здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и рада приветствовать вас на моем канале если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь или хотя бы поставьте лайк этому видео чтобы его большее количество людей посмотрела потому что я считаю что эта информация будет вам полезна недавно мне попалось небольшое видео маргариты симонян где она очередной очередное высказывание свое сделала и по ее поведению я поняла что я сделала определенные выводы о которых сейчас хочу вам поведать и так давайте посмотрим первый фрагмент и делаем уже определенные выводы и так включаю меняется закончится рано или поздно все заканчивается ну и что мы здесь видим неуверенность да вот это вот пожимание плечами при этом отвращение отклоняется то есть закончится и ее сигналы тела говорят о том что закончится но к сожалению не так как ей хотелось бы идем дальше видите ну тут чувствуется неуверенность во всем да кстати многие из вас обратили внимание я этот фрагмент поставила в instagram целиком вот этот фрагмент который я разбирал он там буквально чуть больше минуты но очень показательный и многие из вас отметили что она в закрытой позе я специально пересмотрела все ее последнее выступление она часто сейчас закрытой позе она очень редко жестикулирует только когда очень сильно воодушевлена а здесь же это понятно что последнее время ее риторика довольно неуверенная довольно скажем так разные какие-то сферы она затрагивает и все эти сферы говорят о том что немножечко она уже не в своей тарелке себя чувствует но тем не менее давайте вот все-таки по этому фрагменту увидели да что много неуверенности и много страхов присутствует в сигналах тела данного объекта которого мы сегодня изучаем идем дальше у летняя война закончилась и что вы будете с нами делать на одной а вот здесь вот знаете очень интересная манипуляция знаете вообще все манипуляции они строятся на трех китах а если вы хотите подробнее вообще ознакомиться с этой схемой да вообще все все манипуляции сводятся к трем китам и один из них это страх запугать собеседника да и вот этот страх неадекватность его используют очень часто в бандитских кругах но как мы знаем она воспитывалась в каком-то дворе ну очень таком но многие из нас в таких дворах выросли да и в общем то понятно что среда была не очень здоровая да и конечно же она усвоила я уверена вот эту манипуляцию когда ты уже когда человека загоняют в угол последнее что он может сделать это показать свою неадекватность да и вот вот по тому какую манипуляцию она здесь использует я поняла что она действительно находится уже в крайней степени паники вот это уже прям четкий сигнал того что человек находится вот вот просто уже все плохо у человека и соответственно он уже пытается хоть чем-то запугать то есть уже нет вот этих вот этой бравады которая была в начале а есть вот эти уже последние сигналы последние вот знаете как крыса загнанная в угол она опасна потому что она уже неадекватно и сейчас маргарита пытается вот эту манипуляцию использовать и ну я смотрю разные средства массовой информации действительно в европе очень боятся того что россия если сейчас останется без руководства то ну начнет вот это вот все да то есть вот маргинальные слои общества начнут править и неизвестно как это отразится на всей европе именно этого европа и боится именно поэтому не дают украине нужного количества оружия чтобы быстро это закончить потому что если это быстро произойдет то ну может произойти революция и неизвестно что будет да то есть все таки запад заинтересован в том чтобы до россия ослабла но чтобы она была хотя бы как-то сформирована до чтобы не расползлась по всей европе да и смотрите при этом наклоняется выставляет лоб и презрение то есть вот это уже манипуляция как когда это это ее оружие да то есть она показывает говорит ну да безусловно вы меня победите ну а что будет дальше что вы с этим будете делать ну то есть вот эта риторика она и говорит о том что она уже чувствует себя проект ну не себя вот ту силу за которую она так отстаивает за которую все ее интересы мы знаем по каким причинам эти интересы но в общем эта сила в проигрышном состоянии сейчас проигрывает да и вот она таким образом как бы дает понять что если я проиграю то последняя внутрь я я как этот как этот камикадзе да я я сам погибну но вы все тоже погибнете вот планете в одной европе рядышком со всем как мы будем вместе существовать я вот видите и ну то есть для нее это действительно аргумент а для нас с вами знак знак того что крыса загнана в угол не знаю дальше следующий фрагмент хотела вам показать тоже очень важный с точки зрения невербалики давайте смотреть вопросу о том куда это идет и как это кончится конечно будут и самолеты конечно будут и ракеты дальнего действия и все будет все что есть в арсенале будет а теперь смотрите в замедленной съемки получается пожимает плечами она но она действительно в этом не разбирается особо да и понимает что скорее всего будет может не будет но это уже не важно облизывает губы что говорит о том что ей интересно было бы узнать да или ну ей это вкусно или ну вообще вот облизывание губ это заинтересованность заинтересованность в каком-то вопросе да может быть этот вопрос лучше изучить или получить вот эти блага этого вопроса да значит дальше опускает челюсть угол и вот поле пальцем смотрите сейчас опускает челюсть и пальчиком видите пальчиком дисциплины трогает уголок рта уголок рта это у нас захватническая деятельность да получается что это это интересно да и дисциплина это ну вот как бы дисциплина не дает не да ну дисциплина обычно это палец сатурна да это вот ограничение да получается что хотелось бы но нельзя да идем дальше и смотрите от носа карту нос информация рот это хочу соответственно видим значит рот хотелки нос информация опущенная челюсть дело плохо то есть о чем все это в комплексе говорит хотелось бы но не могу говорит ее тело потому что они как маленькие дети испытывают границы дозволен ну то есть уже пошла в демагогию до пошли вроде бы маленькие дети до уменьшительное такое отношение к той стороне которая против да ну то есть где делает это ну вот противника как бы таким ребенком несмышленым да но это тоже манипуляция и смотрите взглядом она ищет поддержки у соловьева да и о чем это говорит она не смотрит ни на кого больше то есть она понимает что может быть сопротивление с со стороны других участников да а вот он точно поддержит когда человек смотрит на того кто точно поддержит человеку нужна опора да не поэтому здесь вот действительно все сигналы говорят о том что маргарита чувствует себя очень неуверенно и хотелось бы но не могу говорит все ее тело да то есть ну все говорит о том что она довольно в неуверенной позиции находится идем дальше так я не знаю что мы сможем сделать в ответе и смотрите я не знаю что мы можем сделать в ответ при этом пожимает плечом здесь у меня претензий нет это жест иллюстратор а действительно она не знает и это подтверждает ее плечо да ну хотя бы здесь говорит честно а дальше при этом она отклоняется телом то есть ей страшно взгляд вниз она подавлена да у нее нечем драться а то есть автоматом лоб выставляется да как бы ну вот у меня остается только саботировать да вот я не могу драться я буду саботировать дальше и поджимает подбородок при этом то есть все наружить все жесты говорят о том что человеку нечем драться да у нее нет аргументов для того чтобы отстаивать свою точку зрения дальше испытывать я бы в нашей стране не стала потому что но и смотрите по поводу упоминания ядерного оружия тут очень много всяких но во первых то что она опять опирается до нас собеседники которые ее точно поддержит во вторых смотрите как она это говорит она это говорит как бы извиняясь извиняясь не на не поднимая челюсть а челюсть внизу продолжает находиться она на этих на бровях печаль то есть получается что она не знает что делать да то есть вот не уверена что это надо использовать не уверена что она может это использовать а она как бы вот получается растерянно да раньше как мы помним риторика была намного более уверенная у той же маргариты да а сейчас вот и я почему и решила это разобрать вот это неуверенность она чувствуется во всем буквально то есть нет вот этого прежнего задора всех там уничтожим и прочее бла-бла здесь уже все это закончилось до пожимает плечами так как-то виновата смотрит на соловьева который ну как бы априори и и поддержит не жалко просто чем провинились птички и цветочки даже ну вот это птички и цветочки это просто знаете картина маслом да вот казалось бы ну вообще по-женски да вот их можно на хей поверить да она же все-таки женщина женщины обладают эмпатией да вот этим эмоциональным айкью и так далее но знаете эта женщина немножечко по-другому мыслит я но откопала немножко предыдущие интервью и давайте посмотрим у меня у меня были любящие родители меня и не били не ставили в угол не наказывали разные дети были из разных семей там у одних одно других другой из разных семей были в школе но не было никаких проблем с этих связанных и с этим связанных я была отличница всем давала списывать в школе и все они любили видите как она говорит на слове все любили видите как она поеживается но нет нет конечно же она понимает что не любили она просто смогла встроиться в эту систему с помощью того что хорошо училась и давала всем списывать и в общем то и дальше она также стала продолжать ну вот жить что нашла такую схему да и самое главное ну вот я поняла по ее этому интервью вы можете посмотреть на канале валерии я не помню но я ссылочку с под этим видео сделаю на то интервью откуда я взяла этот материал так вот самое главное что я так поняла что маргарита больше всего боится бедности вот даже вот эта схема которую она выстроила для того чтобы ее не тюкали за за ее бедность да вот в детстве и так по жизни она всю свою жизнь просто бежала от бедности а сейчас получается что да она очень богатая у нее много денег и так далее но она понимает что ну вот сейчас уже ее песенка заканчивается но вот на тот момент когда она давала интервью конечно же она не знала чем это все закончится перед нами сидела очень успешная преуспевающая женщина и при воспоминании о своем детстве вот такие вот когда она отклоняется ежится пинает ногами это говорит о том что ей очень неприятно это вспоминать да она себя убедила что и ее любили но она отлично бессознательно понимает что это не любовь была а просто удобное взаимодействие да вот и самое главное обратите внимание на пальчики к пальчикам мы еще вернемся вот она еще там пальчиками по ее пальцам вот просто знаете ну вот эта схема которую я вам показываю по пальцам она работает вообще на сто процентов вот просто идеально сейчас мы с вами по пальцам видите она здесь пальчик сатурна да то есть и говорит о любви палец сатурна мы помним что это дисциплина тут как бы немножечко другие понятия и в общем то она вот своим телом говорит о том что это не ну вот не не об эмоциях речь идет любовь это про эмоции да а дисциплина это про то что человек сам себя сделал заставил всех ну разными способами манипулятивными там запугать или еще что-то или как-то быть полезным друг другу да но каким-то способом просто заставил себя уважать или взаимодействовать с собой хотя конечно же для нее вот этот пунктик бедность это всегда ну бы был очень сложным моментом том слушает 80 и начал причем смотрите вот пальчик я я не увеличила к сожалению а сейчас вот рассмотрела хорошо этот пальчик сатурна она его поджимает и пригибает то есть вот как бы вот эта дисциплина она она послужила таким знаете трамплином для того чтобы ей взаимодействовать со сверстниками 90-х и они одна так жила и москве меня заметили и в гтс и смотрите в москве меня заметили общение до сначала вот этот пальчик поджала потом пришла слова к телеканал россия вести назначили меня своим сапкором и вот смотрите назначение назначение пошел пальчик дисциплины вот этот пальчик сатурна он касается как раз документальных вопросов касается назначений диск ну дисциплина да вот того что юридически уже обозначена да вот вот здесь уже идет как раз палец сатурна и она как раз этот пальчик трогает дальше я была сапкором в гатерка по югу россии меня назначили заведующим кур пункт заведующий кур пунктом когда мне было 20 лет и потирает пальчик руководство потирает именно потирает пальчик руководство и говорит о том что она стала руководителем и это было очень приятно то есть получается но вот большой большой палец это наше эго и вот с руководством она потирает и ну она этим гордиться да и вот видите как она иллюстрирует то что говорит это просто потрясающе знаешь было бы очень самонадеянно думать что я нужна это скорее понимание своего места в качестве винтика какого-то механизма и видите вот опять потирая вот эти пальчики до которых мы с вами только что проговорили она говорит что она является винтиком но таким очень важным винтиком и исходя из того как она потирает эти пальчики то есть она понимает свою важность в этом механизме и если потом она скажет что что она не знала что делала она хорошо знает хорошо знает потому что она этим по сути она этим руководит да вот ее пальцы говорят о том что она знает что делает и это ну берет ответственность да ну как руководитель да она она руководитель этого всего поэтому вот такая вот история но и завершить этот небольшой эфир я хочу этим фрагментом который тоже по сути еще одна манипуляция если мы умудримся проиграть гага условное или конкретное ждет даже дворника который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает такие знаете манипуляции у нее дворовые вот как у этих у как у воров да ну у них да вот действительно они запугивают они специально вымазывают всех в крови для того чтобы больше соучастников чтобы эти соучастники больше за случае каких-то непредвиденных ситуаций чтобы эти соучастники больше топили за тебя да для этого нужно этих соучастников обмазать в крови вот то что делает путин это что делает она в общем-то схема одинаковая и сейчас она всячески пытается измазать всех окружающих на самом деле конечно же это чистейшая манипуляция и каждый будет отвечать по мере того как он действительно что что он на самом деле делал поэтому сейчас вот в этой ситуации лучше уж ничего не делать чем как-то поддерживать вот то что сейчас происходит но это я так уже от себя немножко но что я на самом деле какой какие выводы вот шесть выводов которые я сделала просмотрев вот тот фрагмент которого мы начали но во-первых она сильно испугана второе в этом манипуляции человека загнанного в угол уже у нее пошли прям четко эти манипуляции и мне это говорит о том что дела очень плохи а дальше держит себя в руках естественно да все больше контролирует то что говорит риторика очень боязливая много подавленности и знаете ничего личного просто бизнес она очень сильно боится бедности именно поэтому она стала рупором вот того что сейчас происходит именно поэтому сейчас а сейчас уже когда она по уши измазана в этом всем ей уже деваться некуда также как и другим ведущим поэтому конечно же они будут это отстаивать до конца а наша с вами право и наша с вами обязанность это все фильтровать потому что конечно же они умеют красиво говорить убеждать манипулировать но нам нужно всегда иметь критическое мышление и будет нам счастье главное не делать ничего того за что нам дальнейшем будет стыдно ну на этом я наверное сегодня буду заканчивать надеюсь что этот выпуск вам понравился был полезен и напишите в своих комментариях что вы еще может быть увидели вообще ваше мнение по поводу этого по поводу вообще моей работы и вообще много чего в общем жду от вас обратной связи в комментариях а я с вами прощаюсь пока пока